В проекте бюджета на 2017 год из всех источников бюджетных предусмотрено 3 триллиона 463 миллиарда рублей. Сумма вроде бы большая, но на самом деле особой динамики не наблюдается. Несмотря на формальный рост плюс 190 миллиардов рублей, в сравнении с 2016 годом, это увеличит финансирование всего на 5,9%, то есть не покроет даже формальный уровень инфляции. Не говоря на том, что цены на лекарственные препараты, необходимость повышения заработной оплаты требует более серьезного повышения сегодня финансирования здравоохранения. Из этих 3 миллиардов более полутора триллионов представляют средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Порядка 300 миллиардов это средства как раз федерального бюджета и более 700 миллиардов это предполагаемые средства региональных бюджетов, что тоже является, конечно, весьма большой суммой и не факт, что они будут выполнены. Это первое. Второе. К сожалению, в проекте бюджета на 2017 год не решены те вопросы системные, которые ставились и в 2016 году. Я говорю про проблему льготного лекарственного обеспечения. К сожалению, можно констатировать, что в 2017, 2018 и 2019 году на всем трехлетку закладывается лишь половина от необходимой потребности на обеспечение лекарственными препаратами наших льготников. А это значит проблемы льготного лекарственного обеспечения, проблемы, которые нарастают как снежный конь в последние годы, не будут решены и как раз в 2017, 2018, 2019 году. Встает вопрос об эффективности участия государства, об эффективности трат даже тех средств, которые имеют место быть сегодня. Опять же, к сожалению, этой эффективности ни по итогам 2016 года, ни в проекте 2017 года мы повышения этой эффективности не видим. Напомню, что из 30 планируемых сдачи перинатальных центров в 2016 году будет сдано только 11. Все остальное, несмотря на то, что деньги выделены, несмотря на то, что они доведены до конечных исполнительной, все остальное переносится вновь на неопределенный срок. Собственно, это касается и многих других стройок, которые сегодня ведет Минздрав. То есть полная управленческая импотенция на сегодня. То, что касается повышения заработных плат медицинских работников, здесь тоже нет полной ясности. Первое, комитет, бюджетный комитет и правительство предложили заморозить часть средств в фонде обязательного медицинского страхования, чтобы их потом перераспределить на повышение зарплаты. А второе, это правительство до сих пор не определится, сколько же средств сегодня необходимо для того, чтобы повысить зарплату медикам в соответствии с указами президента. По одному документу на 2017 год необходимо 13 миллиардов рублей, по другому уже 27. Такая же самая путаница и с цифрами на 2018 и 2019 год. То есть на сегодня нет понимания того, сколько же средств необходимо на повышение заработной платы. Есть понимание только в том, что повышение в тех задуманных ранках, которые первоначально преподносилось, не будет. Принято постановление правительства и подписано Медведевым о применении как раз именно к системе повышения заработных плат медикам. Новые системы расчета средней заработной платы. Это значит, что в среднем по стране врачи к 2018 году потеряют порядка 7-8 тысяч ежемесячно, а медсестры около 5 тысяч ежемесячно. Опять же формально указы вроде будут выполнены, а на деле, естественно, те цифры, которые закладывались сначала, достигнуты не будут. Еще раз говорю, даже в расчетном варианте, что будет на самом деле, это большой вопрос. Сохраняется и точно так же преподносится как благо те шаги по оптимизации, которые по всей стране фактически предпринимались в последние годы. Сокращение неэффективных больниц, амбулаторий, фельдшерских пунктов. Несмотря на заявляемые цифры о финансировании неких специальных программ, общие цифры говорят о том, что и количество ФАПов, и количество сельских больниц на сегодня уменьшается. Планируется поправить кадровый вопрос или кадровую проблему, которая остро стоит в здравоохранении за счет изменения системы подготовки медиков. Дело в том, что со следующего года будет отменена интернатура, и врач фактически будет приступать к исполниванию своих обязанностей после 6 лет обучения. Без проведения соответствующей специализации, без необходимого опыта. То есть 6 лет и вперед в первичное звено. То есть вот таким способом, такими недоученными специалистами и Минздрав, и собственно сегодня правительство собирается решить кадровую проблему. Этими людьми планируется сегодня укомплектовать или попытаться укомплектовать как раз первичку. Это поликлиники, это амбулатория, это офисы врачей общей практики. Именно они будут сегодня один на один с больным ставить диагнозы, направлять на соответствующие обследования, ну собственно вести лечебный процесс. Проблема узких специалистов не решается, а наоборот удаляется на более длительный период, потому что сегодня, точнее со следующего года для того, чтобы приобрести специализацию узкого специалиста, окулиста, лора, врача, хирурга, нужно будет проходить ординатуру, а это достаточно более длительные сроки, от двух лет до пяти, шести, даже семи лет по некоторым врачебным специальностям. Это говорит о том, что мы получим провал где-то приблизительно трех-пятилетний в обеспечении узкими специалистами, заткнув вот таким вот образом или попытавшись заткнуть проблему с врачами первичного звена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова